Обзор по паре евро-доллар, часовой график. Вчерочная торговая сессия в отсутствии фундаментальных факторов в течение данной сети происходило в основном ослабление американского доллара. Это стало последствием публикации еще в среду протокола Комитета США по открытым рынкам, где не было расставлено четкой логической цепочки о том, что повышение процентной ставки будет на ближайшем заседании и также последует не менее трех повышений в течение этого года. Ослабление также американского доллара в вчерашних торгах этому причиной стало и то, что секретарь казначейства США объявил о планах лишь в августе представить перед Конгрессом тот самый план налоговой реформы, что оказалось более разочаровывающим для участников рынка, так как конкретные данные ожидались к более раннему сроку. Давление на американский доллар привело к более существенному ослаблению котировок американского доллара и следственно повышение цены евро-доллара. На текущий момент цена находится вблизи вчерашних максимумов и учитывая то, что сегодня велика вероятность продолжения общей динамики ослабления американского доллара, рекомендую заключение сделок на покупку после преодоления закрепления над уровнем 1.0590 с последующей фиксацией прибыли у сопротивления 1.0658. Сегодня также в американскую сессию будет опубликовано количество новопроданного жилья в США, данные могут составить до 570 тысяч, но велика вероятность, что данные с рынка недвижимости не смогут поддержать ослабевающую американскую валюту, где основным фокусом все-таки остаются геополитические риски и безусловно взгляд на новые данные по торговой и налоговой политикам Соединенных Штатов.